Сейчас только раннее утро, а у Лосикинского кладбища уже собралась огромная пробка. Сотни людей пришли, чтобы почтить память усопших. Кстати, для Барнаульцев сегодня была организована бесплатная доставка к местам захоронений. С 7 утра до 6 вечера ходят 58 автобусов и 17 вагонов электротранспорта. Сегодня на всех городских кладбищах торгуют прохладителями, напитками, хозяйственными товарами, рассадой, продуктами питания. Например, за моей спиной торгуют колбасой. Хотя это еще ничего. В прошлом году мы видели, как прямо между могил жарят и продают шашлыки. Еще мало, только пить начали. А в запасе у вас сколько? 450 литров. Многие барнаульцы сегодня даже отпросились с работы, чтобы попасть на кладбище. Прочитать молитву у могилы, убрать старую листву, обновить цветы. Кстати, церковь неоднозначно относится к еде, оставленной на могиле. Считается, что ее лучше отдать нищему или голодному. Но что точно не вызывает разногласий, так это тот факт, что верующие не должны забывать своих умерших родственников. Для тех, кто сегодня пришел на кладбище, родительский день – особый праздник. Я в этот день стараюсь что-то делать, загружать себя какой-то работой. Вот, всегда, каждый год я стараюсь в этот день быть у мамы. А я сейчас, видите, с костылем, нога прооперированная, часть удаленной стопы. Все равно иду. Это для меня святой день. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. День с толком.